Привет, друзья, я Григорий Герман. 15 покушений на Путина, о которых сказал Кирилл Буданов. Что это могло быть? Какими могли быть эти покушения? Кто мог их заказать? Действительно ли в России, может быть, может найтись свой Ли Харви Освальд? Или кто-нибудь, кого настолько затронет несправедливо современная Россия, что он решит уничтожить ее корень, не будучи при этом профессиональной убийцей? Случайный человек с пистолетом и выстрелы с толпы. Возможно ли это в России? Действительно ли россияне, как сказал, опять же таки, Кирилл Буданов, после смерти Путина будут чувствовать приблизительно то же самое, что чувствовали советские люди после смерти Сталина? Или все-таки Путин и Сталин это политические фигуры разного веса? Что раньше закончится у Путина? Деньги на людей или люди для денег? Я имею в виду выплаты за подписание контракта и желающие стать оккупантами, насильниками, преступниками, поехать в Украину и убивать украинцев на украинской земле. Об этом и не только. В разговоре с Андреем Сидельниковым. Оставайтесь, будет интересно. Скажи мне, ты видел выступление Буданова и самое яркое, конечно, то, что сказал командир, это покушение на Путина. Что Путин становился объектом то ли 15 покушений, что-то вот такое вот. Однако все они пока окончились неудачно. Скажи мне, пожалуйста, такую штуку. Как по-твоему, с какой стороны готовились эти покушения? Я не верю в то, что это были покушения со стороны западных разведок. Я не верю, что это были покушения со стороны каких-то государственных структур. Я не знаю. Мне очень сложно поверить в то, что украинская разведка готовила покушение на Путин. Тогда кто? Хороший, на самом деле, вопрос. Я тоже не думаю, что это государственные органы, потому что на сегодняшний день нет такой политической воли, политической позиции. Хотя, на мой взгляд, я уже это говорю на протяжении, наверное, последних недель точно, совершенно стало очевидно и понятно, что Путина необходимо ликвидировать. И этим, конечно, должны заниматься западные спецслужбы, западные политики. И они должны прийти к консенсусу, потому что если мы хотим остановить фашизм, остановить вообще войну и развал цивилизации, вообще, в принципе, сохранить мирового пространства, то, конечно же, этого человека необходимо ликвидировать. Он является сегодня не только возмутительным спокойствием, не только несущим смерть, разрушение и угрозы будущего. Он является дестабилизирующим фактором сегодняшнего дня, и повлиять на изменение позиции уже невозможно. Только ликвидация. Что касается заявления Буданова, то я уверен, что, естественно, как глава разведки Украины, как и другие главы разведок других стран, естественно, обладают информацией о тех или иных событиях, о тех или иных покушениях, о той или иной ситуации, происходящей внутри России, внутри российского диктатора. И просто, наверное, в совокупности это сделано было, опять-таки, заявление о том, что такие происходят. Но, надо заметить, все-таки, такое происходит не только вокруг Путина. Я совершенно убежден, что, естественно, и у Зеленского, президента Украины, тоже ряд было покушений, уж совершенно точных момент полномасштабного вторжения. Даже озвученное. Здесь можно точно с уверенностью сказать, что это как раз российская сторона, российские спецслужбы. То есть, конкретно государственные органы пытаются быть исполнителями вот этого заказа, который, естественно, сделал Владимир Путин. Здесь они совершенно очевидны. Что же касается до украинской разведки, я не думаю, что сегодня есть время украинской разведки заниматься этим вопросом. Хотя, может быть, было бы и правильно. Тем не менее, в момент войны есть ряд других тем, очень важных, важнейших, которыми, естественно, сосредоточено управление Муданова. И просто происходит мониторинг, обмен информацией между разными разведками мира. И, соответственно, предоставляются данные украинской стороне. Так что, кто готовил эти покушения, сложно, опять-таки, сказать. Мы только что прошли, весь мир увидел покушение на Дональда Трампа. Казалось бы, Америка славится, ну не то, что славится, в истории Америки достаточно случаев и убийства президента, и покушений на кандидатов президентов. Это, как бы, такие исторические внутренние процессы. Кто готовил покушения на Трампа? Вряд ли это были спецслужбы разных стран, спецслужбы, соответственно, Соединенных Штатов. И вряд ли это была, скажем так, противоборствующая республиканская партия, демократическая партия. Эти вопросы занимаются разные, могут быть, фанатики. Этим вопросом занимаются разные сообщества, которым не нравятся те или иные подходы, те или иные заявления, кто или иные деятельные. Сейчас, подожди, ты хочешь сказать, что, ну смотри, покушение на Трампа – это классический вообще, на самом деле, пример того, до чего может довести страну, в которой много оружия, разделение на два лагеря. Достаточно жесткое и достаточно там непримиримое. Ты хочешь сказать, что в России есть некие группы, которые, а, обладают там ресурсом, а, б, могут вступить вот на такой вот путь? Да, есть на самом деле и группы, и ресурсы, но проблема в другом. Сегодня так сложилась ситуация в России, что Путин, являясь вот узурпирующим властью, человеком, и начав полномасштабное вторжение и войну с Украиной, обрел, по большому счету, огромное количество богатых людей, обладающих не только финансами, но и человеческими ресурсами, обладающими связями, но, в общем-то, он их привязал к преступлениям. Они теперь являются преступниками, для них будущее, на самом деле, не определено. Если мы прекрасно понимаем будущее Путина, рано или поздно, его ждет очень такой достаточно жесткий конец, то эти люди, естественно, не хотят за ним в могилу идти. И понятное дело, что сегодня они боятся, российская власть состоит из разных группировок, они между собой воюют, они между собой перетягивают канат, они между собой пытаются превзойти друг друга на влияние и окружение Владимира Путина. И, в общем-то, здесь могут возникнуть определенные предпосылки для того, чтобы сформирована была какая-либо там группа, которая могла бы ликвидировать изнутри Владимира Путина. Опять-таки, российские спецслужбы и сам Владимир Путин прекрасно это тоже понимают. Он боится смерти, он это преследует его ежедневно. Он живет в запахном пространстве, все меньше и меньше общается лично с людьми. Ну вот мы, на самом деле, каждый из наших зрителей помнит ковидное время, когда было очень сложно общаться между друг с другом. Да, у нас была только вот видеосвязь, телефонный там, видео, интернет. Необходимо каждому человеку личное общение. И когда это общение из бытовой обычной жизни, оно сокращается до минимума, возникают психологические процессы людей. И каждый из нас проходил вот эти вот достаточно большие ломки. При том, что мы не могли общаться с теми, с кем мы общались постоянно. И у Владимира Путина такой круг давно сужается еще с ковидных тоже времен, как у всех. Но, тем не менее, последние несколько лет он в основном живет в подземельях, так называемых бункерах, которые, в общем-то, дают ограничения очень жесткие. Я даже возьму бы просто по своим коллегам, которым угрожают сегодня, моим коллегам оппозиционерам, живущим за границей, которым угрожают убийством. И мы знаем, на некоторых уже размещен, по большому счету, заказ. Они живут под 24 часа охраной. Это, на самом деле, не так приятно, как это можно посмотреть со стороны. 24 часа, находясь полностью под наблюдением, с невозможностью расширенного общения и своей обычной жизни, это тоже сказывается на психологическом состоянии. Что уж говорить про Путина, который, в общем-то, входит уже в возрастной маразм болезни. И ощущение, действительно, вот этой безысходности. Поэтому, ну, вот это все понимают и окружение, и те, кто стремится его, скажем так, убрать с дороги. Потому что он перешел дорогу, опять-таки, не только украинцам, которых убивают в ежедневном режиме. Он перешел дорогу очень богатым людям России, которых сковал вот этой войной, вот этими своими преступлениями. И им необходимо из-за этого выбираться. Мы видим прекрасно, что они боятся, они затаились по большому счету, но злоба растет на окружение, и те, кто принимают сегодня решения в России, злоба на каждого из них растет, потому что они отнимают у этих людей, в общем-то, самое важное, вот эти наворованные капиталы. Они привыкли к ним, они не могут ими распоряжаться, они не понимают и не знают свое будущее, они хотят уверенности и стабильности. Эту стабильность Путин у них украл. Поэтому подобные группы могут возникать. Другое дело, что, опять-таки, про противостояние и защита Путина, она сегодня беспрецедентна. Мы знаем про дедников, мы знаем про количество охраны, охрана меняется постоянно, потому что веры нет никому, друг другу они не верят. Поэтому вот этот круговорот порождает, естественно, возможности для тех или иных маневров. Удаст, ну, видимо, удано говорит о 15 покушениях, ни одно из них, тем более, не просочилось в СМИ, да, вот хотя бы явно, как, опять-таки, мы наблюдали, весь мир наблюдал с Трампом это, да, но Владимир Путин не выходит на подобные мероприятия, когда якобы встречается с людьми, это, во-первых, если это действительно Путин, то там полностью это все срежиссировано, и все сотрудники российских спецслужб находятся вокруг и создают эффект толпы, если же это якобы идет в народ, то это идут бойники, которых, в общем-то, ну, на сегодняшний день, наверное, естественно, тоже жалко, потому что это большая работа проделана. Понимаете, сколько операций люди провели? Готовили, подготавливали, это же не вопрос одного месяца или одного года подготовить подобного двойника, и, конечно же, там, ликвидация, возможно, если покушение будет на двойника, то это принесет урон определенный, но сохранит жизнь вот этому диктатору, стоящему маразматику. Ну, можно много рассуждать, сегодня явных этих групп нету, но то, что они затаили злобу, и, в общем-то, и ненависть уже порождает. Вот это слово «тизи». Смотри, если следовать логике, когда-то я читал достаточно, не помню уже, что это было, но там была совершенно замечательная фраза по поводу убийств, о том, что если человека хотят убить, неважно кого, то, в конце концов, его убьют, рано или поздно. Не всегда это. Это не всегда бывает. На самом деле, большинство случаев оно как раз обратное говорит в истории. Я сам проходил, грубо говоря, заказ на меня был несколько лет назад, это было еще, ну, по-моему, в девятнадцатом году. Ощущение, надо сказать, себе неприятное. Когда ты не имеешь возможности ни финансово, ни каким образом защитить себя, это очень-очень, ну, действительно, ты живешь в страхе определенном. Я находился в таком моменте полгода. Грубо говоря, передвигаясь перебежками, даже в благополучном Лондоне живя, каждый раз оборачиваясь, у тебя, на тебе это как бы висит. Конечно. Да, удалось, или там, британскими спецслужбами удалось это все локализовать, как бы, и вопрос, как бы, в общем-то, закрылся. Но, тем не менее, нет, как раз большинство подобных вот вещей. Ну, если говорить про лидеров стран, ну, наверное, опять-таки, мы, ведь за скобками остается количество попыток и до средств массовой информации, до людей доходит там, не знаю, один процент, явный один процент. И вот известные покушения, которые удались с лидерами разных стран, мы это исторически как бы знаем, как примеры. А наверняка, как бы, случаев действительно много, и они не доходят, да. Да, я просто вот смотрю, я с какой логикой своей хотел с тобой поделиться, да, то есть, условно говоря, если это работает, если его заказывают, да, спецслужбы это дело, все там, типа, расследуют, смогли предотвратить на этапе подготовки, да, как звучит такая формулировка юридическая, смогли предотвратить на этапе подготовки. Но, значит, тогда они, по идее, должны выходить дальше, и кто-то из тех, кто его заказывал, должен был бы понести свое какое-то наказание, правильно? Или группа, которой вели бы все эти нити. Но ничего подобного не было. Значит, тогда мы можем говорить о том, что, скорее всего, все вот эти вот 15 покушений, или большинство из них, это те самые люди, которые, условно говоря, с ножом пришел навстречу Путина для того, чтобы кинуться на него. Его повязали, забрали, опа, поставили галочку, вот одно покушение, и так далее, и тому подобное. Веришь ли ты в то, что действительно в России есть люди простые, которые могут дойти до того состояния, чтобы вот как этот чувак выстрелить в Трампа, а здесь он должен кинуться на Путина? В любой стране такие люди есть, фанатики есть. В любой стране независимо от континента, поэтому, конечно, такие люди, они были, есть и будут всегда. Здесь вопрос, опять-таки, нравится или не нравится тот или иной человек, лидер, общественный деятель, просто человек, это от этого не застраховано. Опять-таки, я люблю друзьям говорить в разу, нельзя, мы не 100 долларов купим, но чтобы всем нравиться. Понимаешь? Поэтому, естественно, есть люди, которые лавируют. Я знаю таких, например, даже какие-то соратники или бывшие соратники, но быть добреньким для всех невозможно, так что это возникает, если человек, опять-таки, с убеждениями, человек, который не только, там, ну, во-первых, известен тем или иным способом, он несет и радость, и раздражение, да, и положительные, и отрицательные эмоции. Люди тоже разные, соответственно, воспринимают по-разному, так что фанатики есть везде, и я допускаю. В России тоже такое возможно. В бункер обычному человеку подобраться очень сложно. Поэтому это все равно должен быть кто-то из окружения. Ну, так или иначе, опять-таки, так как все друг друга доносят внутри, да, то есть они боятся даже со своими там ближайшими, грубо говоря, людьми обсуждать. Во-первых, все прослушивается, все просматривается. Ну, как бы, я, например, привык, что у меня прослушка так или иначе происходит, там, не знаю, с 2000 года, с момента, там, с 2001 года, когда я начал там взаимодействовать, работать с Борисом Березовским. Вот, ну, я просто к этому привык и уже схожу, допустим, по общению, по телефону, интернету, именно с тем, что это все может быть там положено на стол, я не знаю, там, спецслужбам, как бы, хорошо, если это иностранным, а совсем как бы плохо, если это, знаете, российские спецслужбы, да, то есть, поэтому, как бы, все прекрасно понимают, никто никому не доверяет, так что здесь фанатики могут быть, но и добраться и реализовать эту службу, тем более, вот в нынешнее время. Раньше, может быть, опять-таки, там, не знаю, там, в 2000-е годы это было проще, потому что не было вот этого вот такой эскалации процессов и всего. Сегодня же, естественно, как бы Путин боится, я уже сказал, смерти, убийства, и поэтому тратятся колоссальные ресурсы для того, чтобы минимизировать вот это вот прохождение вот этих барьеров для возможности ликвидации. Но, тем не менее, еще раз говорю, фанатики есть везде, конечно. Путин обложился панцирями, как подушками, да, а сверху повесил... Они его и задавят, и раздавят. Истребитель, истребитель, лидер, который летает над своей собственной страной, прикрывшись истребителями, это тоже достаточно любопытная штука. Смотри, Вданов сказал еще одну вещь. Я не знаю, как к ней относиться, мне нужно твое мнение. Он сказал, что у россиян есть страх потерять Путина. Такой же страх, который был, когда советский народ терял Сталина, да, и боялся потерять Сталина. И что граждане СССР после смерти Сталина точно так же заливали все вокруг слезами. Было бы много суицидальных всяких разных настроений, что то же самое будет, когда Путин сдохнет наконец-то. да, безусловно, россияне промыты мозги и будет определенное количество вот этих недоумков, которые будут там плачь Ярославль разводить. Но опять-таки будет у них суицидальные как бы возможности. Прекрасно и здорово. Пусть сами на себя нужны. Потому что с этим, с этими, скажем так, человеческим материалом, о котором мы сейчас говорим, так вот, да, но его не переделаешь. Его уже невозможно. Это, во-первых, люди потенциальные преступники. Они, во-первых, являются пособниками сегодня. Они потенциальные преступники. И поэтому как бы просто мир станет чище, если они из-за того, что Путин сдохнет, они будут сами на себя накладывать руки. Опять-таки нам не надо будет потом за ними гоняться и преследовать за те нарушения и преступления, которые они совершали или совершат. Так что как бы здесь как бы это даже будет плюс большой, на мой взгляд. Но тем не менее того, что было при Сталине, этого не будет. Ну, слушайте, можно, конечно, там, моделировать разные ситуации, но у нас сегодня растет ненависть к власть имущим. Да, может быть, Путин отделен от этого именно потому, что он Путин и так сформирована повестка и история этой пропаганды, она его, как бы, конечно же, воснесла как какого-то такого небожителя, но тем не менее, Путин все последние года ведет страну к развалу в гражданской войне. Вот, если раньше это выглядело как-то фантастически, когда об этом заявлял несколько лет назад, я многие крутили у виска, то сегодня это уже очевидно другим разным людям, которые анализируют ситуацию, которые знают историю, которые могут, грубо говоря, смоделировать будущее, и вот как бы вот эти вот люди, которые там присягнули в мозгах на верность Путину, они мало того, что они не способны на какие-то действия, надо сказать, да, вот вообще в принципе, они составят в дальнейшем, то есть сегодня не способны, а потом, когда вот этот образ и все рухнет, да, потом, когда машина государственная посыпется, а посыпется она прав Путина однозначно, почему я говорю, что сегодня мир должен прийти к негласному соглашению о ликвидации Владимира Путина, потому что вот эта система построена им, в России, она рухнет без него, никто не сможет ею обладеть и управлять, это совершенно тоже очевидно сегодня, поэтому эти люди как бы начнут вымещать свою ненависть и злобу на, опять-таки, власть имущих на местах, и именно вот эта вот воронка засосет их как раз вот в этот вот круговорот гражданской войны, и они, в общем-то, в связи с тем, что они, в общем-то, не очень, скажем так, образованы, не очень далеки, их, конечно, в общем-то, история как бы смоет из жизни. А как ты думаешь, я упомянул о тех, кто подписывает контракты, и мы видим галлопирующий рост цены за голову, по разным регионам до двух миллионов уже доходит за подписание контракта, что явно свидетельствует о том, что вот как-то что-то за предыдущую цену идти не спешат. Как ты думаешь, что раньше у Путина закончатся деньги под выплаты или люди под эти деньги? Люди под эти деньги, деньги у Путина не закончатся. Мы видим сейчас по сегодняшней ситуации, опять-таки, если говорить как бы комплексно, то Запад не ввел те санкции, которые необходимы для того, чтобы Путина деньги закончились, для того, чтобы просто перекрыть кислород. Необходимо, опять-таки, я не устаю повторять каждый раз, когда меня спрашивают о санкционных вопросах, как изменить ситуацию, только полная экономическая, политическая и культурная эмбарго России может дать эффективный результат и поменять на доске соответственно фигуры. Этого пока не происходит, но к этому идет, опять-таки, очень медленно, очень сложно, но это необходимая мера для устранения фашистского режима, фашистского диктатора и просто за удушение фашизма. Поэтому, ну да, растет цена, естественно, за меньше деньги мы видим. Добровольцев уже просто нет, причем с этого они все перебиты, они все уже кормят червей в украинской земле, вот эти вот, которые били себя в грудь за Россию матушку и за Путина и так далее. Больше таких нету, перемолола уже история и украинская армия. Спасибо ей большое. Вот, но необходимость у Путина в мобилизации вот это есть, она происходит, необходимо выполнять графики, планы, каждый пытается, регион, опять-таки, изыскать средства. Это платят, естественно, небюджетные деньги, естественно, натягивают бизнесменов, добровольно принудительные. Ну, вот я помню, например, как строился храм Христа Спасительного еще во времена Бориса Ельцина. Это же были добровольно принудительные выплаты. Государство денег своих не тратило, что и не могло это делать по закону, как бы, но необходим был этот проект сделать. Ну, вот, взяли прекрасный бассейн Москва, уничтожили, вот, и разместили вот эту вот Шарашкину контору, которая не является церковью, не является ни храмом, ничем. Ну, ну, построено вот за эти деньги добровольно принудительные. Здесь тоже самое бизнесменов собирают, как бы, дань, поборы, для того, чтобы выплачивать, и для того, чтобы статистику себе отчитаться перед Москвой. Им дали задание, вынь да положь такое-то количество мобилизованных. Что им необходимо делать? Ну, могут, конечно, отлавливать, это тоже делается, но этого недостаточно. Приходится вот этой рекламой заниматься, поднимать, как бы, цену. Вся страна уже милинизирована, уже везде, в каждом городе эти жуткие плакаты, которые призывают, значит, записаться в эту армию. В армию убийств, насильников и мародеров. Это происходит в каждом селе, в каждой стране. Нам присылают, я лично получаю из разных регионов, из разных городов в России, плакатики, вот эти вот, когда просто на каждом шагу вот эта вот рекламка висит. Но это сейчас не дает эффекта, и они принимают, как бы, цену, естественно. Пока ресурс, по указу, числительной мобилизации не выбран, еще 400 тысяч миллиона, необходимо, по сегодняшним, опять-таки, оценкам, там, говорят, что 30 тысяч мобилизует Путин ежемесячно, по стране, соответственно, еще год. нет необходимости полную мобилизацию проводить, о которых тоже многие эксперты разговаривают, говорят, там, кто-то сентябрь называет, это все вранье, это просто люди, как бы, не понимают ситуацию, кто об этом говорит. Не нужно быть военным экспертом, чтобы совершенно понять, как бы, очевидные цифры. Вот 400 тысяч, это, ну, как бы, вот они не могут это, не потому, что не могут собрать этих людей, и собрать можно, в общем-то, там, за несколько месяцев, но это же, кроме этого, обучение, обмундирование, это все занимает и время, и ресурсы, и коррупция, не нужно забывать, что здесь еще огромные коррупционные составляющие, вот эти цифры растут, вы думаете, что поборов нету и у этих обмунизованных, их также обкладывают разными нюансами, они на руки эти суммы не получают, нужно, там, и обмундирование, они, типа, должны сами покупать, это все, ну, то есть, как бы, деньги якобы им обещают большие, а по факту и задержка зарплаты, задержка всего и просто обманывает население власти, так что, это тоже уже пронюхали вот эти вот товарищи, которые за длинным рублем побежали, соответственно, как бы, желающих идти на смерть за даже большие деньги, уже минимизированное количество. Скажи, пожалуйста, как по твоему мнению, Путин сейчас понимает, отдает себе отчет в сложности ситуации, в которой он оказался, вот на третий год войны, учитывая весь комплекс, да, и там Китай, который не собирается поставлять то, что Путину нужно больше всего оружия, и там какие-то определенные санкционные движения со стороны Великой Британии, которая собирается теневой флот прижимать к берегам и так далее и тому подобное, множество всего. Или же у него есть абсолютно четкая уверенность, что все будет хорошо, и он сможет уничтожить Украину, как и запланировал. У него четкая уверенность это существует. Проблема в том, что ему давно уже не докладывают реальное положение дел. Грустные, плохие новости стараются не приносить, потому что, как бы, это приводит в бешенство. Уже это, как бы, опять-таки, это уже не какая-то наша выдумка, там, или там, анализ какой-то ситуации, это, как бы, уже исторические данные, как Путин реагирует на те или иные плохие новости. Поэтому создается картинка благополучия. Конечно, с разными нюансами, естественно, ну, да, то есть, он находится в вакуумной такой информационности, в зазеркале. И не потому, что, опять-таки, вот ему на протяжении многих лет, это десятилетие, ему такая информация приходит, как бы, так, что все благополучно. Ну, когда бывают какие-то вот эти эксцессы, да, то есть, конечно, это и скрыть невозможно, ну, и как-то преподносится это по-мягкому. Но, тем не менее, в этой, в этом зазеркале живет не только, как бы, сам Путин, уже все российское руководство живет, да и, в принципе, вот это власть имущие, они, им так удобнее, понимаешь, вот им так удобнее. Так же живут и люди обычные. Берем даже, опять-таки, благополучный регион Москва, там ведь людям совершенно фиолетовый, вот они оградились, да, они оградились информационно, для них войны нету, пока к ним дрон не прилетит, да, или как бы у кого-то из семьи не убьют, или знакомых. Поэтому они отгородились. Точно так же отгораживается и власть имущие, и отгораживают Путина от этих вот вещей. Ему рисуют цифры, которые нереальны совершенно, по всем фронтам. Поэтому как бы и оружие, и производство, и все остальное. Он, конечно же, когда беседует с разными лидерами стран, например, как бы с китайскими, да, вот, ну, в общем-то, может быть, как-то это все сглаживается. Ну, опять-таки, правду мат, кто будет говорить? Не он, и китайский лидер, не скажешь, не китайский лидер, да, а с кем ему еще? Ну, будет он в Северной Корее как бы с лидером общаться. У него круг очень узкий. Есть у него ручная собачка, это Орбан сегодня, безусловно, вот, с которым напрямую имеет связь. Это, наверное, единственный сегодняшний день лидер мировой, который, вот, выполняет поручения Владимира Путина просто уже, как, действительно, как ручная собачка. Такая ручная собачка была внутренняя, это вот половая тряпка Медведев, когда занимал кресло президента четыре года. И вот таким же ручной собачкой и половой тряпкой стал лидер Венгрии на сегодняшний день. Это не принесет никакого успеха, безусловно, но, тем не менее, раздражение определенное вносит в ряды западных лидеров. Но информацию, опять-таки, подчеркну, Путин получает дозировано, неточную и приукрашенную. На основании этой информации, конечно, он считает, что он справится и с Украиной, и все идет в порядке, и все идет как бы нормально. Вот это так называемое его СВО, да, а вообще-то геноцид украинского народа, если говорить как бы по чесноку происходит, и то, что делает Путин, для него идет все в порядке. Потому что вот этот миллион, который прописан в указе о частичной мобилизации, это сопутствующая ущерка, которая с самого начала подписывая указ, Путин как бы решил, что этот миллион людей можно в топку бросить. Именно как бы они считают, что ну миллион туда, миллион сюда, цена большая, людей полно, быдло наберем еще. Вот они так рассуждали. Как будет после миллиона, давайте смотреть, потому что, ну пока, еще раз говорю, все идет в порядке у него. Какие основные планы у Путина на лето, нет, не на лето, давай так, до выборов Соединенных Штатов? Основной план сейчас хитростью заманить Украину на так называемые начало переговоров. Сегодня переговоры между там разными странами закрытые переговоры Украина проводит, безусловно, но тем не менее ему нужно до выборов официально усадить Украину за стол. Переговоры и навязывать, навязывать свои условия. Вот этого делать украинской стороне никак нельзя. Я, конечно, не являюсь ни советником президента Украины, ни каким образом влияющий на какие, какое-либо принятие решений в Украине, но тем не менее я знаю сто процентов и точно. садиться сегодня вот до выборов президента США за переговоры с Россией это потерять страну, это потерять независимость, это потерять свою самоидентичность. Этого делать ни в коем случае нельзя, ни при каких условиях ничто бы не случилось. Сегодня это невозможно. Вести переговоры со страной агрессором, понимая, что в стопроцентном варианте кинут, обманут и будут использовать, ну как бы я не знаю, как здесь можно вообще думать о том, чтобы идти на переговоры. Я с тобой абсолютно согласен, особенно после удара по Ахмадету, абсолютно с тобой согласен с каждым словом. Удар по Ахмадету, мне кажется, стал еще одним таким... Целенаправленно в детскую больницу, целенаправленный удар. Поэтому как бы здесь никаких переговоров, их нужно уничтожать. Каждого этого преступника необходимо уничтожить, их не переделать. Это действительно война уже цивилизации. Это не война внутренняя между Украиной и Россией. Нет. Это война за выживание всей цивилизации. Пока мир, те страны, которые помогают Украине, являются союзниками Украины, не поймут этого и не перестроят свое отношение к россиянам, к российскому лидеру, к диктатору Путину, ничего не произойдет. Он будет дальше идти на право. Его остановить только можно уничтожением, их не остановить по-другому. Это нужно четко понимать. Поэтому полное эмбарго необходимо выслать из всех стран россиян. Сегодня это являются, они все являются угрозой национальной безопасности. Да, есть приличные люди, они давно получили политические убежища. Необходимо полное закрытие и железный занавес. Вот сегодня это необходимо и только так можно остановить вот эту агрессию, которую и фашизм, которую Путин распространяет и пытается распространять по всему миру. Удачи вашему санкционному совету. Береги себя и до встречи. Дякую.